Конец света наступит, когда проснутся все 138 вулканов Антарктиды. Это открытие сделало Антарктиду крупнейшим вулканическим регионом на Земле. Всем привет! С вами Фенимор. Извержение вулкана Эйя-Фьядель-Айкюдель парализовало авиасообщение чуть ли не в половине Европы. Везувий за один день убил десятки тысяч человек. Теперь на минутку представьте, что случится, если начнут извергаться все 138 вулканов Антарктиды одновременно, а вокруг них начнут таять льды, которым миллионы лет. Такой сценарий конца света предрекает нам ученые, открывшие почти 100 новых вулканов Антарктиды, уже готовых извергаться. В материковой части и на прилегающих к ней островах на сегодняшний день обнаружено 138 вулканов, потухших, спящих и активных, небольших и гигантских, выступающих над леднякомым покровом и полностью скрытых под ним, базальтовых, щитовидных и конусовидных стратовулканов, материковых, островных и подводных, по крайней мере 18 из них действующие или спящие, в том числе 7 подводные. Для ознакомления. Эребус – вулкан в Антарктиде, самый южный действующий вулкан на Земле, второй по высоте вулкан континента после Сидл, высота 3794 метра, расположен на острове Росса, где имеется еще несколько потухших вулканов, включая вулкан Террор. Постоянная активность вулкана наблюдается с 1972 года. Форма вулкана – стратовулкан, диаметр кратера – 805 метров. В Антарктиде до недавнего времени насчитывали только 35 вулканов, от Берда, заснувшего 4 миллиона лет назад, до пика Броуна, который последний раз проявил свой нрав уже в 21 веке. И главный на этом разнообразном фоне – вулкан Эребус. Июнь 2011 год. В Африке, Эфиопия и Эритрея. Из-за извержения вулкана Набра погибли 7 человек. Еще более 30 умерли от отравлений и других последствий. Пеплом засыпало все ручьи и источники питьевой воды. В богатых солью местных озерах образовалась серная кислота. Это был самый мощнейший выброс двуокиси серы, когда-либо наблюдаемый из космоса. Именно этот газ считается главным загрязнителем атмосферы, то есть самый ядовитый для людей и животных. Также он может вызвать кислотные дожди. Почему я привел именно этот пример? Первое. В течение всей обозримой истории человечества этот вулкан считался спящим. И второе. Вулкан Набра расположен в восточно-африканской рифтовой долине, в полосе длиной 5000 километров, которая делит пополам Эфиопию и простирается далее по территории Кении, Мозамбика и Танзании. Это линия тектонического разлома. Крупнейшая трещина в земной коре, именно на суше, потому что разломы идут по дну океана. Через несколько миллионов лет, все, что справа, отделится от остальной части континента и ударится в Аравийский полуостров. И на этом стыке появятся горы. А пока что эта линия – самое вулканическое место на материке. Здесь есть и активные вулканы, и спящие. Этот разлом часто сравнивают с другой похожей зоной, которая находится на западе Антарктиды – западно-антарктической рифтовой системой. Ее протяженность – 3200 километров. И именно на ее территории находятся практически все вулканы Южного континента. В Антарктиде на сегодняшний день насчитывают 12 действующих вулканов. Самый активный – Эребус. Высота – почти 3 километра, 800 метров. Он извергается все время. Магма у него очень вязкая. А в антарктическом холоде она застывает, не успев добраться до выхода. Зато наружу рвется метан, водород и прочие газы. Совершенно непригодные для нашего дыхания. Как следствие – катастрофически тонкий озоновый слой над вулканом. Недавно Всемирно-метеорологическое агентство поделилось весьма тревожными наблюдениями. За последние месяцы озоновая дара над Антарктикой подозрительно разрослась и охватила уже 25 миллионов квадратных километров. Совсем недавно считалось, что в общей сложности в Антарктиде порядка 60 вулканов. Но в 2017 году ученые опубликовали результаты нового исследования континентов, проведенного с помощью радаров. Сканирование показало, что под примерно 4-х километровым слоем льда в Антарктиде и в основном в западной имеется 178 канонических структур. И 138 из них, по всем прочим признакам, подходят под определение вулканов. Выяснилось, что 47 из них ранее были известны. В итоге мы имеем 91 новый, ранее неизвестной науке антарктический вулкан. Предполагается, что эти вулканы потенциально активны. Это означает сразу две возможные проблемы для жителей Земли. Первое. Вулканы могут извергаться и растапливать ледяной щит. Это приведет к глобальному повышению уровня моря, наводнениям и всему остальному, предусмотренному в стандартном сценарии апокалипсиса. Второе. Антарктический лед сам растает из-за глобального потепления, и это пробудет спящую вулканическую провинцию. Как следствие, таяние антарктических льдов, а еще отравление атмосферы вулканическими выхлопами, и неизбежное в связи с этим массовое вымирание всего живого, людей и животных. Кроме того, пепел перекроет солнечный свет, а это гибель для всех растений. То есть, пытающимся выжить животным и людям, просто нечем будет питаться, если извергнутся сразу несколько вулканов. Более 80% запасов пресной воды на Земле хранится в Антарктиде. Этого достаточно, чтобы поднять глобальный уровень моря примерно на 60 метров. Если лед растает, это сделает планету непригодной для жизни. Интересно ознакомиться с прогнозами насчет того, когда же нам ждать конца света. В сентябре 2020 года это подробно объяснили климатологи из Потсдамского университета. По их подсчетам, часы Х – это определенные показатели на столбиках термометров. Плюс 1 градус Цельсия выше до индустриального уровня равен усилению снегопадов и повышению массы антарктических льдов. Плюс 2 градуса – разрушение западного ледяного щита и подъем уровня воды на 2 метра. Плюс 6 градусов и выше – потеря 70% льдов Антарктиды и повышение уровня моря на 40 метров. Для понимания, на сегодняшний день у нас с вами на планете на 0,75 градусов теплее, чем было в 1850-1900 годах. Собственно говоря, Парижское соглашение по климату ставит своей целью сделать так, чтобы к 2100 году не стало плюс 2 градуса. Надо учесть, что западный щит – это морской щит. Он глубоко погружен в воду, в отличие от восточного, и при том западные льды вдвое тоньше. Все это позволяет предположить, что именно запад растает первым. По мнению ученых, этот процесс станет необратимым, когда скорость таяния достигнет уровня примерно 1-2 метра в год. По состоянию на 2009 было около 40 сантиметров в год. При этом в 2000 году от крупнейшего в Антарктиде шельфового ледника Росса, чуть меньше Франции, откололся айсберг на 11 тысяч квадратных километров. По оценкам, 2019 года за последние несколько лет ледник потерял от 2 до 7 метров толщины. И он находится именно на западе континента, между землей Мэри Берт и землей Виктории, примерно там же, где ждут своего часа десятки вулканов. Из-за возможного глобального потепления, ледяной панцирь Антарктиды когда-нибудь может все-таки начать истончаться. По мнению Роберта Бенкхэма из Эдинбургского университета, давление льда на сокрытые под ним вулканы уменьшится, и обстановка может сильно дестабилизироваться. Спящие и потухшие вулканы снова могут начать действовать. Если активизируется целая вулканическая провинция, то массовые извержения будут способствовать увеличению скорости таяния льдов Антарктиды, не только над вулканами, но и ускоряя сползание ледников в океан из увеличившегося количества теплой воды подо льдом. И все это будет способствовать дальнейшему повышению уровня Мирового океана, затоплению значительных участков суши на других материках, росту количества и силы ураганов, штормов и осадков на Земле. А увеличенные в размере айсберги, отколовшиеся от Антарктиды, будут угрожать движению международных судов. Активность вулканов, если они начнут просыпаться, может иметь решающее значение для всей остальной части планеты. Когда извергаются обычные вулканы, это сразу можно понять по лаве, по выбросам пепла из кратера, по предшествующим извержению землетрясениям. Но вулканы Антарктиды это совсем другое, ведь они находятся под слоями льда, толщина которого более 4 километров, поэтому и не наблюдаются вышеперечисленные признаки, по крайней мере до первого извержения, которое может вызвать разрушительные последствия для всего мира. Извержение вулкана в Антарктиде растопит большое количество подводного льда, и эта вода заставит лед над ней двигаться и очень быстро, и уходить в океан. Магма найдет выход через трещины. Извержение одного вулкана над ледовым континентом может разбудить более 100 других спящих вулканов и дестабилизировать весь район. Доктор Роберт Бекхэм из Эдимбургского университета считает, что если ледяные щиты континента значительно уменьшатся, то это может ослабить давление на вулканы, лежащие ниже, и привести к извержениям. Но в настоящее время эти вулканы находятся в спящем состоянии. Они не извергались в течение последних 10 тысяч лет, но могут сделать это в будущем. Сейчас в Антарктиде ученым известно только о двух действующих вулканах. Это гора Эребус и Десепшн, остров обмана. Самым высоким вулканом Белого континента является потухший Сидлей, высота которого составляет по разным источникам, от 4181 метр до 4285 метров над уровнем моря. Это шестая по высоте вершина Антарктиды. А самый большой из обнаруженных кратеров находится под водой и имеет диаметр около 5 километров. К счастью, этот гигант является уже потухшим. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.